В равнобедренную трапецию, меньшее основание которой равно 4 см, вписана окружность радиусом 3. Найдите площадь трапеции. Для начала сделаем рисунок. Запишем данную. ABCD равнобедренная трапеция. Радиус окружности R равняется 3 см. Меньшее основание BC равняется 4. Найти площадь трапеции. S ABCD неизвестно. Сделаем дополнительное построение. Проведем высоты BH и CK. Также проведем из центра окружности радиусы в точке касания к основаниям OL и OM. Таким образом мы можем сказать, что CK равняется BH, так как это расстояние между параллельными прямыми. В то же время это будет равняться LM. И все это будет равняться двум радиусам окружности, то есть 2R. Или 2 умноженное на 3. Будет 6. Обозначим нижнее основание за X. Пусть AD равняется X. Так как трапеция ABCD равнобедренная, следовательно BC равняется CD. Также BH равняется CK. Следовательно треугольники ABH и треугольник DCK будут равны. А у равных треугольников равны соответствующие стороны. То есть AH равняется KD. Следовательно KD будет равняться AD минус BC деленное на 2. Подставим сюда на наше обозначение. AD это у нас X, BC это 4. Все это деленное на 2. Так как в нашу трапецию вписана окружность, следовательно мы можем воспользоваться свойством. То, что суммы противолежащих сторон равны. То есть BC плюс AD равняется AB плюс CD. Так как трапеция равнобедренная, следовательно AB равняется CD. Тогда у нас получается BC это у нас 4 плюс AD это X равняется 2CD. Выразим отсюда CD. CD равняется 4 плюс X деленное на 2. Обозначим на рисунке полученные результаты. Рассмотрим треугольник CDK. Так как треугольник у нас прямоугольный, следовательно мы можем воспользоваться теоремой Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. То есть CD в квадрате равняется CK квадрат плюс KD квадрат. Подставим сюда наше обозначение. CD это X плюс 4 на 2 в квадрате равняется. CK мы ранее нашли это 6. Получается 6 в квадрате плюс KD. KD мы также ранее нашли. Это X плюс 4, X минус 4 на 2. Преобразуем. Раскроем скобки. Получается X плюс 4 в квадрате деленное на 4 равняется 36 плюс X минус 4 в квадрате деленное на 4. Домножим наше выражение на 4, чтобы избавиться от знаменателей. Тогда получается X плюс 4 в квадрате равняется 36 умножить на 4 плюс X минус 4 в квадрате. Раскроем скобки. Получается X в квадрате плюс 8X плюс 16 равняется 36 умножить на 4 плюс X в квадрате минус 8X плюс 16. X в квадрате и X в квадрате у нас взаимоуничтожатся при переносе в одну сторону. 16 также взаимоуничтожатся. Перенесем 8X из правой части влево. Получается 16X равняется 36 умножить на 4. Тогда X равняется 36 умноженное на 4 и все это деленное на 16. 4 и 16 мы сокращаем, 4 и 36 также сократим. Получается, что X равняется 9. Площадь трапеции SBCD равняется полусумму оснований на высоту. То есть, 1 вторая BC плюс AD и умножить на высоту CK. Подставим сюда наше значение. 1 вторая умножить на BC. BC это 4. Плюс AD. AD это X. X равен 9. И умножить на высоту CK. Это 6. Посчитав, получаем 39. Запишем ответ. Площадь трапеции ABCD равняется 39 см в квадрате. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.